Эфир телеканала Кубань24 продолжает программу Артефакты. С вами Екатерина Славянская. Современная драматургия во всем многообразии. В Краснодаре впервые проходят гастроли Ростовского театра современной драматургии 18+. В программе спектакли по пьесам Михаила Ворохова, Ивана Вырыпаева и Виктора Пелевина. В них все то, что волнует современного человека. К примеру, в моноспектакле Акика показана жизнь, которая за окном и вне окон ноутбука. Насколько она способна конкурировать с тем, что мы с таким трепетом выстраиваем в сети? Там наш мир, в котором мы стараемся быть, а не казаться. Таков моноспектакль Германа Грекова. Под реальностью я всегда принимаю то, что нас как раз вытаскивает, что по выражению Шекспира не дает нам замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя церем бесконечного пространства. Каждому из нас хочется создать свой внутренний мир, назовем его внутренний виртуальный мир, и в нем остаться, сохраниться, чтобы нам было уютно и тепло. А настоящая реальность, она как раз из этого мира нас вытаскивает. Но она всегда действенна, она в действии проявляется, ее как таковой нет. Поэтому этот спектакль про это, спектакль именно про того героя и про героиню, которые пытаются залечить какую-то травму. Трепет, чувства, глубина переживаний в Краснодаре презентовали первый поэтический сборник Евгений Вербицкой. Сегодня автор у нас в гостях. Женечка, здравствуй. Здравствуйте. Поздравляю тебя с этим событием. Я знаю, что для тебя это очень важно, представить сборник. И первый поэтический вечер вот-вот только состоялся. Расскажи о своих эмоциях. Да, действительно, для меня это очень важно, потому что на самом деле я очень долго к этому шла внутренне. Давно я задумала и сборник, и поэтический вечер. Мне хотелось... И как-то я носила все это в себе, лелеяла эту мечту, но почему-то ничего для этого не пыталась сделать. Вот. И этим летом произошел какой-то, наверное, такой щелчок. И я подумала, что почему бы не попробовать. И начала сначала узнавать по поводу помещения для поэтического вечера. Начала звонить в издательство, узнавать, как это все вообще делается. И как-то одно за другим пошло. И я теперь всем советую, что если у кого-то есть мечта, нужно начать что-то делать, чтобы она осуществилась. Потому что самая сложная всегда это сделать первый какой-то шаг, начать, а потом все уже идет как по маслу. Скажи, в тебя близкие твои верили вообще? И ты им открывала вот эти самые поэтические строки? Или все-таки держала до последнего в себе, где-то в своих, там, допустим, записках? Нет, конечно, близкие. Это вообще, можно сказать, что все это благодарим, потому что все мои родные, и мои родители, и мой муж, мои друзья, все поддерживают, в принципе, любые мои идеи, не говоря там уже о поэтическом вечере. И о строках, конечно, они знали, потому что я, у меня есть группа в социальных сетях, где я выкладываю свои строчки, в принципе, поэтому ни для кого не секрет из моих знакомых, что я, ну, уже давно занимаюсь, тем давно пишу. Вот, поэтому все только рады были за меня. Скажи, а когда поступили первые отзывы? Когда ты поняла, что можешь называться поэтессой? Ну, если честно, я до сих пор не знаю, могу ли я так называться, потому что все-таки, ну, есть какие-то более опытные сейчас поэты даже, допустим, Вера Полоскова или Хастахова, и мне немножко как-то так неловко себя называть тоже поэтессой. Вот. Ну, вообще, свои стихи начала выкладывать на все общее обозрение. Я, наверное, году 2012, тогда я создала свою группу в социальной сети ВКонтакте, и начали набираться первые подписчики, у меня появились первые читатели. Как-то это все так происходило постепенно, то есть мои стихи где-то выкладывали в каких-то сообществах, ко мне приходили люди, и так постепенно набралась какая-то уже аудитория более-менее такая большая. А как было выступать перед самой этой аудиторией? Ой, если честно, было сначала очень страшно. Я и за день на выступление, и в день на выступление, у меня был прям мандраж такой внутренний. Но, что самое удивительное, как только все началось, начали приходить первые гости, меня сразу отпустило каким-то невероятным образом, и создалось такое впечатление, что просто я пригласила там гостей, своих друзей, которых я давно знаю, к себе домой, и мы просто с ними хорошо проведем время, и все. Ну, в итоге, вы знаете, так и получилось. Если честно, сначала я думала, что все как-то пройдет более официально, торжественно, потому что мы снимали помещение, я подготовила там музыкальный какой-то ряд, то есть я думала, будет СИЗАК официально. Но в итоге получилось, что все прошло очень по-домашнему, очень мило, семейно, уютно. И здесь, конечно, в первую очередь, наверное, стоит сказать спасибо зрителям, гостям, которые были, потому что это была какая-то невероятная такая отдача. То есть я читала и видела, что люди действительно проникают с этими строчками. Чтобы все не зря. Конечно, все не зря. Я видела слезы на их глазах, это вообще какое-то непередаваемое ощущение. То есть одно дело, когда тебе пишут где-то в интернете, что вы такая молодец, ваши стихи мне так близки. Совсем другое дело, когда ты читаешь свои стихи, читаешь те строчки, которые родились у тебя в душе, и смотришь, как у человека появляются слезы на глазах. Это абсолютно какой-то новый опыт для меня. То есть я понимаю, что действительно я смогла как-то докоснуться до его души. Сопереживание. Давай сделаем подарок и нашим телезрителям, что-нибудь ты представишь из своих стихотворений. С радостью. Я прочитаю одно из своих последних стихотворений. Мы так ловко обходим углы и темы, что почти поверили, будто нет их. Словно двое узников той системы, запредельно злых, догола раздетых, откровенно гордых и без сомнений, не готовых первым идти на битву. У меня лохмотье от извинений, у тебя под кожей стальная бритва. Ты режешь сердце моё на ноты, ими тоже знаешь полны карманы. И звучат, сочатся мои частоты, а во средь за ними сочатся раны. Кто же будет холить тебя родного, эта роль достанется только лучшей. Я готова переродиться снова, чтобы вновь коснуться души заблудшей. Я готова стать безголосой птицей, и не знать побед, и не ведать славы. Чтобы ты позволил с собой напиться, надышаться и не найти управы на мою ненасытную волчью жажду, пощемящей ласке и сладкой боли. В одну реку, жаль, не ступаю дважды, но себе, наверное, я позволю. Браво, Женечка. Скажи, в твою первую книгу вошла только любовная лирика? Нет, в этой книге пять глав, пять частей. Я не могу сказать, что они разбиты по каким-то темам. Скорее всего, это какие-то личные мои разграничения, которые я поставила. То есть каждая глава связана для меня с каким-то определенным либо периодом в моей жизни, либо с какими-то определенными переживаниями. Скажи, а правда ли, что поэзия все-таки терапевтичная? Что автор, перекладывая свои переживания в рифмованные строки, вот как-то так излечивается от всего этого? Не могу сказать за всех поэтов, но для меня да. Я как-то так научилась все свои какие-то трудности переживать именно так. То есть я, можно сказать, выливаю свою душу на бумагу, в заметки телефона. И становится действительно легче, потому что как-то ты уже освободился от этого. А когда впервые это произошло? Это было сильное переживание. Как родились первые строчки? Или может быть это еще в детстве, когда там солнце, цветы и тому подобное? Честно говоря, я себя уже не помню не пишущие стихи. То есть это произошло явно когда-то в детстве, прямо первое стихотворение я уже не помню. Но, наверное, это случилось благодаря тому, что все-таки это спасибо моим родителям за то, что они привили мне любовь к книгам и в частности к поэзии. Мама ходила со мной в библиотеку, брала мне книжки. И как-то так повелось, что я сама полюбила читать, в том числе и поэтов тоже. Первое, единственное, я недавно нашла свое стихотворение, одно из первых. Это было «Четверостиши», которое я написала своей подруге. Мы тогда поссорились. Мне было, наверное, лет 12 или 11, и я написала такое очень гневное стихотворение. Возмущение. Да, ну, конечно, с этой подругой мы не поссорились и дружим по сей день. Все уже 17 лет, мы все лучшие подруги. Она знает об этом стихотворении и читала. Ну, наверное, да. Дальше больше не было посвящений? Именно подруги? Да. У меня были стихотворения про дружбу, их несколько. Я вот на своем вечере приводила пример, что в моей жизни случилось так, что мне очень часто приходилось провожать друзей в другие города. И, конечно, ты понимаешь, как тебе дорог человек только в разлуке. И в этот период я тоже писала много стихотворений именно о дружбе. Женечка, я желаю, чтобы это был не только первый твой поэтический вечер, чтобы их было много, и чтобы действительно твои строки находили отклик в душах других людей. Спасибо большое. Спасибо вам. Такими были новости культуры. Оставайтесь на Кубань, 24. Субтитры сделал DimaTorzok